Гитару беру по привычке, хожу я в первый вагон. Здравствуй, моя электричка, как же в тебя я влюблен. Но, похоже, любовь – это безответная. В электричке пермскому музыканту Василию Нагаенко совсем не рады. Ревизоры уверены, что у мужчины чувства по расчету. Занимаетесь предпринимательской деятельностью? Это частная деятельность? Не занимаетесь, я предприниматель. Зачем же спорить, если можно заглянуть в закон? Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнение работ или оказание услуг. Но пассажиры констатируют, не получали они от Василия ни имущества, ни товаров, ни услуг. Ведь за все это платить надо, но не надо денег Василию. У него даже в песне поется «Денег не надо», пою, для вас, для души. Так что ничего не просил. Денег. И я не давал никаких денег. Деньги есть, а вот пищи для души не хватает. За этим Василий Нагаенко и приходит вагон электропоезда. Я без этого вообще не могу больше жить. Так люблю петь. Сам пишу песни, прихожу и пою для людей. Написал песню, пришел. И так волнительно. Спел аплодисменты. Как хорошо. Спасибо Вам, люди добрые. Я не люблю, когда на половину или когда прервали разговор. Не только разговор, но даже песню, проверяющие пермских электричек, прерывают без всяких колебаний. Ведь даже не посмотрят, что Высоцкий. В образе известного советского барда актер Александр Шпагин выступает с начала двухтысячных годов. Но в последние месяцы вспоминать творчество культового музыканта не дают. А основание уже другое. Правила проезда в пригородных поездах. Посмотрим, где нарушают спокойствие других пассажиров. Мы решили спросить у самих пассажиров, часто ли Александр Шпагин нарушает их спокойствие. Нет, мы едем, я даже и не слышу. Едем, разговариваем. Разговором нашим не мешает. Мне он лично не мешает. К нему отношусь хорошо. Он исполняет песни, которые культурно облагораживают нашу страну. Думаю, что песня Владимира Высоцкого актуальна была тогда, актуальна сейчас и будет актуальна завтра. Он пел о Боге, в первую очередь, о любви, о взаимоотношениях людей. Почему несущим искусство и мудрость в народ не дают право на слово и песню? Этот вопрос – музыкант. Денис Фролов решил задать напрямую руководству Пермской пригородной компании. А там ему сказали – на вас жалуются. Попросили показать жалобу. Не показали. Нам не пояснили, не сказали на основании какого закона, почему нам запрещают петь. Кого и почему не устраивает соседство с музыкантами в электричках мы решили выяснить уже через официальный запрос в адрес Пермской пригородной компании. Но ответа еще не получили. А пока ясности в решении бюрократических перипетий нет, музыканты вынуждены искать новые способы самовыражения. Я Гамлет. Я насилие презирал. Я наплевал на датскую корону. А гениальный всплеск похож на бред. В рождении смерть проглядывает косо. А мы все ставим каверзный ответ. И не находим нужного вопроса.